Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В первом из серии уголовных дел в отношении оппозиционера Алексея Навального не единственное, связанное с этим областным предприятием. Конкурсный управляющий, назначенный для разрешения ситуации с кредиторами, стал фигурантом дела о коммерческом подкупе. Навальный в суде рассказывал, что для выплаты зарплат Киров Лес собрал кредиты. Долги его составляли более 200 миллионов рублей. Программа Экономика. Водоканал планирует купить расчетно-консультационный центр за 7 тысяч рублей. Предприятие собирается организовать единый платежный центр с введением единого платежного документа для абонентов. Для этого Водоканал планирует купить 73% доли ООО РКЦ, который сейчас принадлежит тоже городскому МУПу Горэлектросети. Размер уставного капитала РКЦ 10 тысяч рублей. Доля электросетей будет приобретена по номинальной стоимости 7 тысяч 310 рублей. Водоканал основной поставщик доходов расчетно-консультационного центра за счет обслуживания фонда капремонта. Это 360 тысяч лицевых счетов и 220 тысяч счетов самого Водоканала. Став собственником, он избавится от посредников при приеме платежей Кировчан. Окончательное решение по покупке РКЦ будет принято на заседании Гордумы 17 декабря. В Кирове ищут вкладчиков кооператива «Надежный». На председателя правления потребительского кооператива, который работал в Кирове на Карла Маркса 62, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители полагают, что денежные средства пайщиков были похищены путем обмана. Всех, кто заключал договор займа с кооперативом «Надежный», вкладывал деньги под проценты, просят обратиться в любой отдел полиции. Завершение о валютах на сегодня. Официальный доллар 74,14, евро стоит 83,71 рубля. Ольга Близина, новости экономики в Кирове.